Будем с вами заниматься йога-лужей, это йога на диване, как бы это сказать, восстановительная практика про любовь к своему телу, хотя, наверное, про любовь к своему телу будет звучать слишком многообещающе или обширно. Будем просто, я специально сегодня на диване, специально в пижамных штанах, чтобы еще один раз напомнить, что эта практика по субботам, она не требует особых каких-то условий, и особенно главное, не требует особого состояния, то есть не нужно быть сильно настроенным на практику или быть в каком-то приподнятом настроении духа, или, может быть, не нужно совершенно быть сильно смелым, отважным, выспавшимся. Можно половину практики проспать. Наша задача с вами немножечко пошелить всеми суставами, которыми мы найдем в своих теле, подышать грудную клетку и чуть-чуточку, как бы, ну, тоже, конечно, чуть банально, но тем не менее почувствовать себя, почувствовать себя. Практика йога-лужа, пока я жду кого-то, если к вам, то это еще присоединится. Сейчас у меня звук есть. Она вообще придумана мной была на те случаи, когда у человека вообще нет ресурса на то, чтобы, не знаю, сделать банальный суриномаскар на коврике. И вы, кстати, можете даже не знать, что такое суриномаскар и ладненько. Или там страшно пойти на обычный, даже мягкий класс, потому что выйти в люди нет ресурса, или даже подышать без поддержки товарища. Бывают такие состояния, когда ты думаешь, ну, все, я так выдохся. Лида пришла. Так, я тебя поближе посмотри. А вот и Лида пришла. Привет. Нет? Звука нет? Должен быть звук. Написано, что у тебя есть. Так. Лена пришла. Лида пропала. Вот. Поэтому наши воскрешные звуки есть. Ага, привет, Леночка. Сегодня Бенди мне будет показывать шавасана. Мы ждем сейчас Лида настроит звук. Поэтому сегодняшняя практика. А я еще так устала на этой неделе, что я очень рада, что у нас с вами есть лужи. Это была очень продуктивная неделя. Следующая будет еще более продуктивная. Если вдруг вы в Белгороде, на всякий случай приглашаю вас. Если вдруг вы не знаете. Странно, потому что, мне кажется, я уже всех заспавила информацией про завтрашний класс. Мы будем помогать собачкам, у которых нет хозяев. У которых есть передержка, теплая, уютная. Классный куратор. Там частный дом. В этом частном доме более 50 собак. Оттуда моя ласка, моя собака. И мы будем... Ну, как я регулярно вожу корм в больших пакетах. Вот. И мы собираем денежку завтра на йога-классе живом, чтобы еще отъести кормом. Потому что, ну, представьте, 50 собак. Из них даже есть комната, где собаки либо слепые, либо неподвижные. То есть очень много стирки, работы совсем, ну, конечно, готовки. И поэтому, ну, и так требуют средств. И, ну, кто может, тем, чем помогает. И мы тоже с вами включимся в это дело. Но это завтра. Сегодня наша практика бесплатная. Сегодня наша практика исключительно мягкая, на диванчике. Еще раз обращаю внимание, что я в пижаме, на диване. Свообом соответствует состоянию для йога-лужи. Ну, вот и пошел-прышок, конечно. Да. На, Пушок, ты же пить пришел. Давай. Друзья, ложимся на спину. Я сегодня на диване. Ну, не, на, не обижай Пушка. Не обижай Пушка. Пушка, не обижай. Он, конечно, мою воду пьет. Я всю неделю придумывала ассоциации для того, чтобы объяснить, что такое опора. Ну, краткая команда опора. А большая, большая разъясняет. Представьте, что вы несли тяжелый арбуз в руках. Объяли арбуз, несете его в руках. Потом пришли домой. И так его хопа положили на пол и руки убрали. Это у меня Даша-то? И руки убрали. Представьте, что этот арбуз вы. Вы себя несли всю неделю, а сейчас хопа положили. Неважно, на диван, на кровать, на коврик. Коврик, может быть, не предназначен для йоги. И руки убрали. И вот он лежит, этот арбуз. Лежите вы. Не нужно его держать. А можно лишь заметить, что внизу пол, коврик, диван. Все, что под вами. Оно так спокойно, без возражений принимает ваше тело. И вы можете расслабить лопатки, расслабить ладони, ноги. Особенно затылок, чтобы потихонечку втечь в поверхность. Мне сегодня особенно повезло. Я на мягком диване. На конец ты его разгребила для видео. И прикройте глаза. Первая неделя марта. Началась понедельником. Первым числом еще весна началась. Отличный способ начать новую жизнь. Не знаю, как у вас. Но эта неделя была очень бурной. У меня, например, и у многих моих знакомых. Поэтому сейчас просто отпустить эту неделю. Мы займемся какими-то важными движениями сегодня. Все это будет. Но пока позволяйте своему телу все больше и больше проваливаться, опускаться, расслабляться лопатками. И если этого не происходит, если вы пытаетесь расслабить надея плечи, но не получается, вы не расстраивайтесь. Мы всего лишь в начале практики. И такое достаточно часто случается с людьми, которые всю неделю работали. И либо наоборот много уделяли внимания физической нагрузке, либо вообще не уделяли. Когда у нас плечи поджимаются, собирается пресс, ладошки сжимаются, может быть, челюсти. И сейчас, если не получается просто с выдохом все это отпустить, это абсолютно естественно. Потому что наше психоэмоциональное состояние держится за тело. И наоборот, сжатое тело, оно в некотором смысле провоцирует состояние нашей психики. И мы сейчас попробуем этот узелок развязать. Это не значит, что у нас вообще не будет проблем. Это значит, что мы как бы с новым телом, с новой психикой выйдем и примем по новой. Но может быть какие-то старые узлы, которые уже не нужны, которые просто рефлекторно сохранились у нас в плечах, чей-то взгляд, какое-то оброненное слово, спор с кем-то. Они больше не будут иметь над нами власти. Переведить внимание в живот. Вот наша весна, онлайн-весна, называется «Бережная весна». Я бы сказала, в противовес, как антагонист активному февралю. И поэтому всю эту неделю мы дышим животом. Сейчас наберите в живот воздуха и выпустите его. И можно сейчас не контролировать дыхание, а просто понаблюдать, как живот ходит вверх и вниз. Можно я вас потренирую сейчас буквально еще пару раз, чтобы долго не описывать каждый раз. Можно уже в следующих практиках. Или чтобы эта команда осталась у вас на всю неделю. Слово «опора». Оно означает, что вы взяли арбуз, положили на кровать, убрали руки. Вот сейчас я говорю «опора». И представьте, что вы свое тело положили на кровать и всякое усилие убрали. Или на диван, на коврик. И оно просто лежит, не требует поддержки. И снизу просто опора. И мы как будто бы стекаем к этой опоре. И чувствуем, что внизу не просто соприкасаемся пятками, голенями, ведрами, ягодицами, лопатками, межлопатками, затылками, руками, кистями, локтями. Не просто касаемся пола, не просто коснулись, а полностью как бы отдаем вес, доверяем. А снизу, что самое главное, этот пол или земля, или диван, любая поверхность, она поддерживает нас, и мы не проваливаемся вниз. За счет того, что у нас есть вот эта точка, даже не точка, а плоскость нашей опоры, у нас есть некая устойчивость. Если буквально пару дыханий, дольше обычно не получается, сохраним внимание, может быть, даже повторяя про себя слово «опора», просто чтобы запомнить, что такая методика у нас есть. Понаблюдаем вот это ощущение втекания в пол. Возможно, нам удастся в течение будущей недели, если еще лужи, воспроизведите себе это состояние, сидя на стуле, когда наши стопы в полу и ягодицы, сидя на диване, опираясь лопатками на что-то, или лежа на кровати. Когда вы отдаете вес тела вниз, но это не активное действие, а скорее такой большой выдох всем телом. И живот, если на нем никто не сидит, и никто не придавил вам живот, как некоторым, не открывайте глаза. На вдохе надувается, на выдохе сдувается. И послушайте сначала попок. Как он поднимается вверх и вниз, его проще всего найти на животе. Потом потихоньку возьмите весь объем живота. Сначала как ходящую переднюю стенку вперед и вниз, в конце расслабляющуюся. Потом можно пощупать кожу на животе. То натягивается на вдохе, то расслабляется, проваливается на выдохе. Можно заметить пространство внутри живота. На вдохе надувается, становится просторно в животе. А на выдохе придавливает ваш завтрак ближе к позвоночнику, живот опускается вниз. Если вы сейчас в одежде, и на вас футболка, или на животе сидит кот, как у некоторых, то вдохом как будто раскачивается, как на качелях эту футболку, или халат, или в чем вы одеты, вверх и вниз. Мы сейчас сбрасываем состояние тела, чтобы не выходить в каком-то особенном теле. У всех же разные. Кто-то с утра 5 километров пробежал, кто-то только проснулся. Кто-то еще со вчера устал. Мы пытаемся вместе выровняться в состоянии, чтобы наша практика примерно одинаково оказала влияние на каждого из нас. Для этого мы разрешаем себе такой небольшой полусон. Полусон. Если он вдруг станет обычным соном, не переживайте. Возможно, поспать даже иногда полезнее. Это один из возможных источников ресурсов. Такой полусон, такое полузабытье. Субботнее утро, когда бежать никуда не надо, если вы работаете в обычном графике, то у вас целых три дня выходные впереди. расслабьте пальцы ног. Разваленные стопы, мягкие подошвы. Возможно, немножко охладить прохладную воду. Если вы, как я сегодня, в пижамных штанах, то я прям в согласии с вами. Почувствуйте, как они утеплены голенью штанишками. Как подколенное пространство касается или дивана, или коврика, в зависимости от того, как вы лежите. Сверху одежда навалилась, прикрывает ваши колени. Как бедра у вас растекаются по полу. Копчик, крестец, и вокруг него ягодицы тоже размягчаются. Живот мягкий, лопатки мягкие, спина мягкая. Руки, как плеть, брошены. От меня от корпуса. В лучшем варианте всегда в шавасне, когда они лежат. Вы можете сейчас не поправляться, но просто запомнить на будущее, когда они лежат в ладонями вверх, то есть большие пальцы как бы в стороны смотрят, а линия жизни, вот то, почему гадают, смотрят в потолок. И сейчас проверите, как ваше состояние, насколько свободны ваши пальцы, нет ли ощущения, что вы как будто ими что-то придерживаете. Знаете, такое бывает напряжение в пальцах. И даже если оно есть, сейчас ничего не производите с этим, не делайте, просто отметьте про себя. Это как такая небольшая диагностика движка, да, перед тем, кем мы поедем. Еще важный элемент всегда шея. Шея — это место, где крепится шея к затылку. Прямо найдите на ощупь мысленно вот это место и несколько раз выдохните туда. Мне даже кажется, что голова завалена. Очень важное место — это плечи. Думаю, ребят, которые вчера были на практике, они даже немножко побаливают, мы очень много их разжимали. Сегодня тоже продолжим мягко-мягко работать с плечами. Еще одна точка, которая может говорить о том, что у нас за недельку накопилось немножко. Это челюсти, глаза, такие собранные, либо зажатые, либо нет. и лоб. Знаете, такая небольшая плотность, нахмуренность. Отдельно вспомните понятие опора, которое мы с вами обсуждаем, и возьмите затылок. Опора. Затылок провален. Опора. Хорошо. И отодвиньте сейчас эту камеру, которую рассматриваю отдельно ваши стопы, ладонь. Отодвиньте ее подальше, как будто зумом, и отойдите подальше с ней. Посмотрите на все свое тело, лежащее сейчас на полу. Насколько это возможно с большой любовью посмотреть на него? Это тот такси, по которому в этой жизни наша душа и по нашей жизни. У нас, безусловно, у каждого есть масса претензий к своему телу и по внешности, и по его состоянию, и по его каким-то возможностям, и по состоянию здоровья. Но подойдите и посмотрите на него любящими глазами. И я знаю, что во многих это может вызвать какое-то сопротивление или, может быть, неправдоподобность. Тогда смейте взгляд и посмотрите на себя, на себя со стороны. Как если бы вы смотрели не на себя, а на свою любящую сестру. О, любимую сестру. Любимого ребенка, любимого человека. Ведь никто из тех, кого мы любим, не совершен ни телом, ни характером, ни событиями в жизни. У всех случается всякое. Но мы умудряемся любить их и одобрять. И сейчас как бы немного постороннее, но все-таки любящим взглядом посмотреть на этого человека, который лежит и пытается расслабиться, пытается сбросить себя все, что накопилось за неделю, все, что на него налипло, нависло. И с каждым выдохом умягчается в пол. И с каждым выдохом плоскость соприкосновения с полом становится все более крепкой. И с каждым выдохом мы все больше отдаем вес вниз, как будто бы сбрасывая всякое напряжение из тела. И за каждым этим действием звучит слово опора, лишь для того, чтобы в обычной жизни вспоминали слово опора, прикрыв глаза, сделав два дыхания. Мы могли быстро прийти в момент здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Хорошо. Еще пару движений пупка. Затем бросьте такое лосо себе на пальцы ног, пока не шевеляемый. Попробуйте отдельно почувствовать сначала все пальцы ног, а может быть даже удастся почувствовать отдельно пальцы ног. Может быть вы чувствуете, что большой и второй соприкасаются мизинец отдельно или нет. Но сейчас не проверяйте глазами, как вот именно чувствуется. Давайте медленно, медленно, издалека, так по чуть-чуть пошевелите пальцами ног в маленькой амплитуде, по капельке прямо, любым абсолютно способом. Можно сгибая пальцы ног, можно по очереди, можно разводя их в стороны, растопыривая, потом поджимая. Вытягивая. Затем это движение отдавая во всю стопу, уже вытягивая всю стопу, медленно, вальяжно, пока еще не согласуя с дыханием. Может быть рисуя круги стопами так, чтобы ожила щиколотка и другую сторону. Чувствую, как пятка то натягивается, то сокращается. И если посильнее согнуть пальцы, зажать пальцы ног, то образуется такой кулачок в стопах. И сейчас не столько слушайте меня, а сколько давайте жизнь своим стопам. Может быть, какие-то движения просятся у вас больше, чем у меня. Вот мне хочется сегодня рисовать круги стопами, а может быть, вам хочется их вытянуть вперед, как балерины, а пальцы там врут на себя. Или, может быть, вы хотите натянуть стопы на себя и зажать пальцы в кулачок. Или, может быть, стопы натянуть крепко на себя и сделать солнышко из пальцев. Или, как я, рисовать круги в разные стороны большими пальцами, так, чтобы вся щиколотка прогревалась. А может, вам хочется сделать два больших зажатых кулака из стоп и обратить внимание, как подошва отреагировала на это. А затем раз и расслабить, и послушать, как только что напряженные стопы бессильно расслабились, но у них еще присутствует ощущение только что-только что случилось от движения. В любом случае остановите движение, разбросайте стопы и оставьте тело в покое. Тело в покое. На этом теле как будто бы немножко подсветили или подсветили наши стопы. Может быть, ярче ощущается температура или, может быть, кровоток. И сейчас, опять же, попробуйте не двигать сначала, а только послушать, где находятся ваши пальцы рук. вообще наш мозг такой хитрый, когда мы начинаем куда-то смотреть или что-то воображать, он сразу же посылает туда сигнал движения. Попробуйте сейчас без движения, без напряжения найти, как ваши руки лежат на коврике или на полу или на диване. есть место, где соприкасаются некоторые костяшки, а есть, допустим, пальцы рук, которые вверху и не касаются ничего, кроме воздуха или друг дружки. И нарисуйте мысльно сейчас, основываясь на ощущениях, не на ваших на ощущениях, ваши руки, может быть, ткани ладоней как-то по-особенному себя чувствуют. И издалека начинайте шевелить только кончиками пальцев рук, как будто бы чуть-чуть по миллиметрику, как будто вы песочек двигаете пальчиками, и потом можно начать сгибать пальцы и разгибать, но тоже очень-очень медленно, бережно, даже не до конца, как бы издалека, как будто мы приближаемся к какому-то объекту, идем и видим его все лучше, все ближе, и так же с движением поступая сейчас, начиная с небольших амплитусов, едва заметных движений, а затем, становясь смелее, я, может быть, раскрываю ладони на полную, сжимаю крепость в ладони, растопыривая пальцы, собирая их внутрь в кулачок, растопыривая пальцы, чувствуя, как эти самые линии жизни и прочего натягиваются, прогибаются пальцы, сжимая в кулачок, чувствуя, как тыльная сторона натягивается, и, может быть, вам захочется взять большой палец в кулак и покрутить запястье, покрутить кулачки в одну сторону и в другую, стараясь плечи при этом не напрягать, а хотите, попрошу вас вот о чем, сейчас, когда вы крутите запястье, обратите внимание, что правое и левое запястье ощущают себя очень по-разному в этом движении, то ли как будто амплитуда, то ли чувствительность разная в запястьях, у вас есть такое, как вам кажется? Вы можете сейчас не отвечать ни в чат, ни мне, а просто заметить это в своих запястьях, у меня точно есть, ну, во-первых, потому что правую руку я ломала, во-вторых, потому что правую руку я постоянно тыкаю в телефон, например, хорошо, и сейчас сожмите хорошо кулаки и сбросьте ладони, расслабьте ладони, стопы, и послушайте звук в ладонях, ну, то есть ощущение в ладонях, отзыв, отблеск, как ладони себя чувствуют, как там, чего происходит, что там сейчас, движение, которое только что там присутствовало, все еще как будто бы отражается там, хорошо, ребят, и пока не открывая глаз, перейдите внимание в затылок, без движения, вспоминая кодовое слово опора, прям уложите, возьмите арбуз, положите на стол, отойдите, сейчас возьмите голову, положите на коврик, на диван, и уберите руки, затылок лежит на коврике, ему не нужна поддержка вашей мышечной системы, чтобы просто лежать, уши у него стекают, лицо расслабляется, есть какая-то плоскость, которая касается затылка или коврика, если чем мягче поверхность, тем она больше, и прочувствуйте прям вот это вот схлопывание поверхности с затылком, как опора, и ваш затылок соприкасаются, не как обычно, вы же знаете свою форму головы, да и где лежите, не представьте со стороны, как вы лежите на затылке, а прям почувствуйте, и вот волосы, как они собрались, мы где-то примялись больше, может быть, если вы на мягкой поверхности, есть складка какая-то, рассмотрите все, как есть оно сейчас, как оно не будет завтра, как оно не было вчера, и сейчас мягко покачайте, очень-очень мягко, издалека, издалека, едва заметным носиком по потолку, с закрытыми глазами, покачайте головой из сторону в сторону, и сделать это еще медленнее, чем я предлагаю, еще медленнее, чем вы начали, чтобы заметить, как вот эта опора, она как будто бы блуждает по затылку, еще мягче освобождая шею, покачивая головой из стороны в сторону, хорошо, затем остановитесь в центре, и опора, положили затылок, положили ладони, стопы, взяли все тело, на теле появились как бы более живые или более ясные точки вашей стопы, ладони, а мы еще ничего не сделали, надо сказать, но уже отсюда мы можем нарисовать с нами линию нашего как бы пространства нашего тела, снова возьмите пупок, движущийся вверх, на вдохе, и опадающий вниз на выдохе, и сейчас попробуйте не форсировать дыхание, а лишь наблюдать живот, когда мы дышим с вами для вдоха, нам требуется некоторое усилие, мышцы нашей диафрагмы, мышцы нашей легочной, создают давление в грудную клетку, которое всасывает воздух внутрь, а вот чтобы вытолкнуть воздух, нам почти ничего не нужно вне практики, просто расслабиться, сейчас заметьте, как двигается ваш живот, вдох вверх, это усилие от вашей диафрагмы, а выдох, это просто расслабили и бросили живот, и сейчас как можно меньше прибегая к усиленному вдоху-выдоху, заметьте, что любое принятие воздуха в себя требует усилия, а отпускание это по большому счету руки убрать, убрать руки от арбуза, да, хорошо, кто-то вам только что приснется, наверное, удивляется вентавре про арбуз, но тем не менее вдох надувается, живот, а на вынохе просто надо бросить, любое отпускание требует от нас убирания рук, убирания рук, хорошо, ребятки, хорошо, если у вас есть сегодня какая-то опорная стенария, вы можете использовать при необходимости или использовать руки в качестве опора, но прежде чем мы с вами пойдем в большую практику, не открывайте глаза, согните колени, если вы не находитесь в положении, тогда завалитесь направо, на правый бочок и закрытые на глазах и так уютненько полежите, знаете, как малыши спят, щечки под руку, голову бросьте, иногда мы с вами пользуемся метафорой, стопы расслабьте, локти расслабьте, то есть вы не готовитесь встать дальше, а просто перевернулись на бок, поудобнее устроились и досыпаете, досматриваете сон, иногда мы используем с вами такое сравнение на практике, на луже, что мы как будто бы второй раз просыпаемся задней, поэтому сейчас надо уснуть, ага, ну как метафорически телом уснуть, потому что нам нужно сегодня легкое, лайтовое, нежное, аккуратное просыпание, и прям расслабьте колени, проверьте, что стопы не готовятся вставать, что они расслаблены, что живот как бы стек больше к полу, что голова особенно спокойно разлеглась на правом ухе, правой щеке, если ладошки под щекой, то ладони расслаблены, плечи тоже, дайте им свободу, несколько дыханий, как будто вы лежите под одеялом, и это такое состояние, когда у нас с вами отмерено время, знаете, на будущее, ну на будущий день, отпуск, настоящий отпуск, у нас правда с вами есть некоторый имя для лужи, а значит мы имеем право сколько угодно лежать на боку и разрешаем себе это сейчас, я вам разрешаю, обещаю, что эта лужа будет эффективна и движением тоже, но сейчас важно полежать на боку и дыхание тоже свободное, пока непроизвольное, непроизводное, может быть, если мой микрофон не гасит звук храпящего бенди, то вы слышите, как храпит моя собака, и это лучшее сопровождение сейчас для того, чтобы лежать на боку, хорошо, если вы готовы уже, если вы готовы уже, то сейчас аккуратно вытащите левую руку, погладьте пространство, не пощупайте, а прям рукой поводите по коврику, по полу, у меня это плед, ног, диван, глаза закрыты, правая рука под щекой, и все внимание увидите в ладошку, вот это тактильное восприятие, мне очень повезло, потому что у меня плед такой ребристый, и когда я вожу рукой по нему, я чувствую, как рисунок немножко активизирует нервные окончания на моих пальцах, на моей ладони, но если у вас коврик, он тоже может быть, а если плоская, плоский пол, то может быть, там какие-то соринки есть, дай бог, чтобы там были соринки, тогда они тоже как бы стимулируют ваши нервные окончания на ладони, и мягко, медленно, водя ладони по полу, или по коврику, или по диванчику, начинайте ощущение, встаньте всей поверхностью ладони, изучая ощущения сейчас, затем выберите нужное место, где вы остановитесь, то место, когда с закрытыми глазами, оперевшись на ладони, вы можете поднять себя с минимумом движения, минимум усилий, и также с закрытыми глазами на ощупь, опираясь уже на обе руки, посадите себя с прямой спиной, ноги удобно сложите, чаще всего это скрестите, либо сложите перед собой, но тут уже тоже на ваше усмотрение, так, чтобы было суперудобно, и чтобы можно было, опирая руку в одно колено, и в другое, потянуть один бок, не открывайте глаза, сделайте это интуитивно, другой бок, такие потягушки утренние, и может быть, вам захочется переплести пальцы рук, вытянуть руки вверх, выворачивая ладони в потолок, не открывайте глаза, слегка пристянуть живот, и покачаться вправо, именно движение такое просыпательное, поэтому медленный выдох влево, глаза мягкие, лицо раскрыто, мы что с вами делаем, мы как бы второй раз просыпаемся, мы как будто просыпаемся, знаете, какая-то задуманная боженькой, не как мы обычно подскакиваем, от будильника, потянули правый, глаза закрыты, левый, и может быть, вам захочется, не открывая глаз, положить ладони перед собой на пол, и опустить лоб на ладони, такая своеобразная поза ребенка, сбрасывая особенно подмышки и плечи, и два дыхания совершить здесь, в позе, ну, такого импровизивной позе ребенка, ведь у нас ноги скрещены, спокойный вдох, и выдох, и сейчас пока не прибегая к силам спины, к мышцам спины, руками отталкивая себя, с круглой спиной поднимите, ладони снова положите на колени, подбородок слегка приподнимая вверх, не вертикально, но он приопущен, но так, чтобы шея сзади была расслаблена, и снова внимание в живот, живот надувается вдох, и живот сдувается выдох, и прямо послушайте, как это движение, то есть это не просто слово вдох, не просто действие вдох-выдох, не просто дыхательный цикл, а это надувание и сдувание живота, они все синхронны, и это происходит прямо сейчас, завтра, возможно, резинка ваших штанов будет выше, или, может быть, вы позавтракаете плотнее, и будет совершенно другое ощущение живота, сейчас, прямо сейчас, какое оно, как живот распускается на вдохе, и как он собирается на выдохе, проверьте пальцы рук, локти, если можно подвесить, немножко свистните, сбросьте плечи под мышки, опять же, без особой настойчивости, заднюю поверхность шеи, ноздри, глаза, и сейчас правую руку, правую руку положите себе на левое плечо, как бы так получается наискосок, правую руку на левое плечо, левой рукой обнимите себя за правые ребра, чуть выше талии, и руки не держите, а как бы повесьте на плечо, и останетесь в этом положении, приопустив подбородок к груди, в эмбадимент-йоге, то есть в таком направлении, больше в психотерапевтическом, скорее, да, телесном, эта поза называется поза заботы, и сейчас подраспуская плечи, сейчас как бы обнимая себя, дышите внутрь этой конструкции, заботы, поддержки, прямо реализуя каждый вдох, заботу и поддержку, даже если внутри немножко что-то диссонирует против заботы о себе, я сужу исключительно по себе, у меня в такие моменты ожидается мысль, работать надо, а ты тут сидишь, заботишься, то есть сейчас все равно позаботиться о себе, ну хотя бы на перспективу, сейчас позаботишься, а завтра в два раза больше работы сделаешь, поэтому с большой такой любовью, как младшей сестренке сейчас, обнимая, самого себя вдохните, живот раздувается, выдохните, опустите подбородок к груди, сбросьте полностью, все усилия, какие можно, и откройте глаза, там вы увидите ноги, увидите, может быть, еще что-то, коврик, плед, кота, поднимаем глаза перед собой, хорошо, у меня тут целый зоопарк собрался, на лужу, и друзья, садимся удобненько, но вытягиваем стопы перед собой, если у вас есть опора сзади, можно в нее, если ладошки сзади удобные, можно на них, а перед всем будем работать исключительно с ногами, на этот раз чуть более интенсивно, чем когда мы делали шавас, но кот на ногах не обязательно, это случилось случайно, и приблизительно в моем случае, на вдохе вытягиваем стопы вперед, смотрим на них, и держим, выдох, раз, мягко, спокойно вдыхая животом, или полностью всем туловищем, вдох, и чуть-чуть давая себе, либо опереться на что-то, либо провиснуть, два, вдох, выдох, три, теперь берем стопы, натягиваем прям сильно на себя, сильно-сильно, аж пятки могли оторваться, затылком не отжимаемся, либо провалились на руки в плечах, либо оперлись на что-то, вдох, чтобы как можно больше у нас расслабления было в теле, а вот усилие все ушло, уже понятное движение в стопах, раз, мы не просто держим стопы, а мы еще изучаем, как там внутри происходит, что там происходит, какие ощущения, когда натягиваем стопы, два, вдох, выдох, три, мы немного разводим стопы на ширину бедер, но так, чтобы между ними еще две стопы можно было положить, мы делаем вдох, натягиваем стопы на себя, и с выдохом стопы чуть наклоняем наружу, вдох вверх, у вас может быть не такой большой наклон, потому что здесь участвует проворот бедер, у меня бедра очень, прямо скажем, крутые, крутые в разворотах, внутрь, вдох вверх, и мы натягиваем стопы специально, чтобы колени у нас с вами замкнуло, и чтобы у нас вращение происходило, исключительно в тазбитных суставах, вдох, проверьте, плечи там не сильно отжимаются, это не обязательно сейчас, выдох внутрь, как будто большим пальцем пытаемся коснуться друг друга, вдох, выдох наружу, а как вам кажется, сейчас пресс участвует в том, что вы делаете вдох, выдох внутрь, представляете, это еще не весь зверь, с которым у меня дома обитает, вдох, выдох наружу, но все пришли на лужу, хорошо, ещё вдох, мы с вами работаем со стопами, всегда практически в начале практики, выдох, потому что это очень важно, вдох, потому что мы на них стоим, затем подраслабьте сейчас стопы, не вытягивая их, не натягивая, и отдельно смотрите, прям смотрите на пальчики, и на вдохе растопырьте, широко-широко растопырьте пальцы ног, особенно мизинцем, натягивая, почувствовала мени, а на выдохе соберите вместе пальцы ног, сожмите кулак, 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 но через отпустите, вдох, Растопырьте. Я так усердно дышу, а зум всегда режет мое дыхание. Думаю, что это шум. Выдох, сожмите. Наверное, надо отключить настройку шумоподавления. Вдох, тогда вы будете слышать, как громко храпит бенди. Вдох, расширяем пальцы. А выдох, кулак. Когда мы собираем пальцы в кулак, у нас даже подошва немного собирается внутрь. И еще разочек. Выдох. И выдох. И сейчас сбросьте подбородок груди, сбросьте туловище, сбросьте стопы. И послушайте ладони. О, простите, стопы. А вот оговорочка по Фрейду. Я говорю ладони, потому что они нагрузили сейчас тоже. У них такие мурашечки. Ага. Хорошо. Ребятки, сейчас мы с вами садимся. Берем опору под ладони сзади. Все-таки сзади берем ладони. Любим удобным способом. Не на пальцы, а прямо на полную ладошку. Потому что надо уйти. Берем колени, отодвигаем стопы от себя. И мы буквально чуть-чуточку покачиваем вправо. Вдох вверх. Выдох влево. Что мы с вами сделали сейчас? Мы сейчас с вами согнули колени. Вдох. Выдох. Уронили вправо. Таз при этом старается особо не качаться. Вдох. Выдох влево. Очень медленный. Даже медленнее, чем я предлагаю. Вдох вверх. Выдох вправо. Мы согнули колени. Что нам очень важно сейчас? Выдох влево. Потому что колено и суставы мы еще с вами пока не проработали. Вдох. И потихонечку вращаем ногой внутри таза. Поэтому мы таз-то и приклеили к дивану. И стараемся его не трогать, чтобы ноги там внутри, пока выривались внутри таза. Хорошо. Ребят, и знаете, что еще? У нас же с вами колени-то не тронуты. Поэтому хорошо прям провисните в плечах, чтобы не было усилий. И просто на вдохе выпрямите ногу. Потяните ее. А на выдохе поставьте обратно. На вдохе выпрямите левую ногу. Прям потяните носочком вверх. Ага. И на выдохе поставьте обратно. У меня аж дрожит нога. Тяжелая была неделя. Вдох физически. Вытягиваем носочек вперед. Коленочку почувствуйте, как колено подносит. Выдох. Согните. И чем медленнее вы опускаете вдох, тем, согласитесь, больше усилия для этого нужно. Но у нас получается антагонисты, такие сгибатели. Разгибатели, они тоже напрягаются. Вот на вдох, потому что нужно поддержать ногу, чтобы она у нас не упала. И мы медленно сгибаем. Еще больше провисните в животе, в плечах. Вдох, чтобы мои руки, спина сейчас не напрягаются. И выдох. Благодарю. И мы, помогая себе руками, садимся в подобие бабочки, притягивая к себе стопы. Можно не очень близко, можно на небольшом расстоянии. Хорошо. Мы сейчас сначала сделаем просто помахивающее движение. Смотрим перед собой. Плечи расслабили. И похлопали немного свободными коленями. Если бы мы с вами были в группе детского сада, я бы говорила, помашите крыльями, как бабочка. Но так как мы не там, я вам говорю, помашите крыльями, как бабочка. Мы сейчас немного распускаем наши циобедренные суставы. Да. Хорошо. Чтобы просто размягчить их в нужном направлении. Подсмазать. Затем потихонечку, не резко, а прям медленно уменьшаем вперед, остановитесь. Сделайте вдох. И с выдохом, как бы выдавая немножко лобок вперед, начинайте мысленно давить на колени. Растопырив, как будто бы руками давить. Но только изнутри. Прям собирая ягодицы прям внутрь. Насколько получится. Держим. Один раз взяли и держим. Вдох. А плечи мягкие. Выдох. Раз. Раз. И лицо тоже мягкое. Если кто-то мимо идет, он даже не знает, чтобы там работу такую проделывать. Вдох. И дыхание плавное. Оно как будто маскирует вот эту сложность раздвигания. Два. Еще. Вдох. Выдох. Три. Распустите. Фух. Хорошо. Мы делаем вдох. Теперь смотрите. Я кладу правую руку на правое колено. Левую руку кладу перед собой. Любым удобным образом. Докуда хотите. Сгибаю правый локоть. И отталкиваю правую ногу подальше от себя. Тянусь плечом больше влево и в пол. Еще и бок вытянулся. И держим взгляд. Опустили в одну точку. Вдох. И ныряем сейчас в бедро вправое. Выдох. Раз. Левая рука опорная тоже подсогнулась. Плечо мягкое. Все, что не нужно, убираем. Вдох. Выдох. Два. Заметьте, что правый бок тоже вытянулся. Вдох. Выдох. Три. Хорошо. Поднимитесь сейчас вверх. Помогая себе левой рукой, положите обе ладони на колени. На одну секундочку. Вдох. Почувствуйте разницу правая и левая нога. Есть? Чуть-чуть. Не важно, есть ли. Нет. Главное, что вы это заметили. И еще один вдох, чтобы с выдохом взять понятие опора. Те, кто помнит. Хорошо. Левую руку уложили себе на колено. Даже не колено, а чуть ниже. Тут мякотка такая. Правую руку поставили просто удобно, чтобы она была опорной. Подсогнули сразу, чтобы плечо не уходило в ухо. И начинаем толкать колено от себя. И немного назад. То есть мы выходим плечом вниз. Сбрасываем напряжение с затылка, с лица. Взгляд в одну точку. Вдох. И давайте посмотрим, что там. Ага. Бедро отходит назад и вниз как бы откручивается. Выдох. Раз. Ага. Левый бок. Вдох. Вытягивается. Выдох. Два. И еще вдох. Выдох. Три. Хорошо. Поднимаемся вверх. Нога не обязательно опускается на пол. У нас у всех разные. Это заберный сустав. Ладони на колени. Закрыли глаза. Сбросили живот. Послушали. Сейчас левый, правый, это заберный сустав. Угу. Хорошо. Отсюда немного собираем колени. Берем правую ногу, укладываем ее назад. Угу. А левую, как была, только что берешь. Называется Z-set. И сделайте его сейчас суперудобным для себя. То есть с теми размахами ног, которые вам удобны. Угу. Хорошо. Мы делаем вдох. И с выдохом левую руку ставим правую на колено. Как бы скрутились, но пока еще не сильно. Угу. Расправили плечи. Попробовали правую ягодицу досадить на пол. Если получается, если это не мешает вашему колену. И остались. Вдох. Смотрим не за плечо, а как бы перед собой. Мы просто грудную клетку развернулись. Насколько смогли. Выдох. Раз. Правая ладонь мягкая. Она могла бы и не лежать на колене. Просто обозначать нам траекторию. Вдох. И вообще все, что можно сейчас расслабить, расслабьте. То есть не тяните себя рукой. Не сжимайте челюсть. Три. Еще. Вдох. Выдох. Четыре. Если хотите напрячься, я вам потом что-нибудь для напряжения дам. Вдох. Выдох. Пять. Хорошо. Отсюда мы возвращаемся в центр. Делаем вдох. Левую руку ставим слева от себя. Правую руку поднимаем. На вдохе толкаемся левой рукой. Поднимаем правую руку вверх. Угу. И бок тоже чувствуете вытянулся. Прям одна линия из рук. Левая рука отталкивает правую вверх. Вдох. Здесь же выдох. И на вдохе над духом вытянули вдох. А на выдохе правую руку вернули сюда. Да, очень плавно. Как будто мы под водой. При этом левой рукой давим бок. И как будто мы под водой с вами рукой машем. Вдох. Взгляд в одну точку. Желательно в кунде нейтральный. Выдох. Плечи длинные. Вытянутое левое плечо. Вдох. Бок вытянут правый. Вытягиваем над головой. Выдох. Вот эту тему вытягивания. Подтягивания продолжаем. Выдох. Ага. И еще разочек. Мягкий, спокойный вдох. Большую-большую любовь. Какой мне длинный бок. Батюшки светлые. И выдох. Хорошо. Опускаемся. Все еще сидим в зацете, если вам удобно. Ребята, если колени, то как бы можно сделать скрещенные ноги. Хорошо. И мы с вами берем намасте у груди. Поднимаем плечи к ушам. Опускаем плечи от ушей. Выводим намасте перед собой. Выводим намасте перед носом. То есть вот таким образом. Поднимаем плечи. Опускаем плечи. Больше не поднимаются. Запомнили, как локти. Локти у меня сейчас напротив, ну где-то на уровне плечей. Делаем вдох с выдохом опора. Взяли ягодицы, опустили их в пол. И нижняя часть, ноги и ягодицы, они как бы уже расслабились, уже спать легли. Они не выходят на службу. Только верхняя часть у нас будет так делать. Мы делаем вдох и теперь с выдохом вот эту конструкцию верхнюю поворачиваем влево. Такое как бы скручивание и не скручивание. Вдох, плечи мягкие, ягодицы на полу, ноги не помогают. Выдох, скручивание меньше, да, получается вправо. Вдох. Если бы мы хотели сделать самое лучшее в мире скручивание, то мы, конечно, подыграли бы себе, руки увели бы назад. Наша задача именно всю конструкцию вращать. Вдох. Во всей геометрической точности выдох вправо, вдох, выдох влево, хорошо, вдох, выдох вправо, хорошо. И давайте еще один разочек вдох, влево, прям контролируя, что локти у нас не покачиваются, плечи не поднимаются, что у нас как будто две половинки, и мы их так раз скручиваем. Выдох влево, хорошо. Хорошо, возвращаемся в центр, выводим ноги перед собой, можно немного потрясти коленями или похлопать ими, если вы почувствовали, что колени были напряжены, особенно правая. И мы выкладываем правую ногу как в бабочку, а левую коленкой втыкаем в стопу. Поправьте сейчас удобно, сделайте удобный угол зацета, чтобы вам ничего не мешало. Я нахожусь в очень выигрышной позиции, потому что на мягкой поверхности у меня там само собой регулируется таз, опускается как ему нравится. Мы сначала сели здесь, подумали, вдох, как вообще я себя чувствую, выдох. Насколько хорошо заворачивается у меня бедро, не отдаёт ли оно в колено. Выдох. Заднюю стопу я предлагаю всегда вытягивать, вдох, потому что при её сокращении она провоцирует проворот колена, а нам на это не надо. Ещё вдох, плечи сбросили и выдох. Давайте поворот, делаем вдох, просто левую руку кладём на правое колено, правую руку ставим опорную, расправили грудную клетку, если мы даже сильно не скрутились, ну и ладненько. Главное, плечи расправили, взгляд по линии носа, оставили на 5 дыханий. Вдох. Плечи сбросите. Раз. Сначала, знаете, как бы немножко обозначаем маршрут, так вот намётываем ниточку, а потом по нему пойдём в скручиваниях. Выдох. Два. Слегка подберите внутрь живот, вдох, чтобы не было такого сильного изгиба в пояснице. Выдох. Три. Плечи расправляя, опуская. Вдох. Выдох. Четыре. Ещё вдох. Выдох. Пять. Хорошо, мы возвращаемся в центр. Положили ладони на колени. На секундочку. Закрыли глаза. Есть ли какие-то следы только что произведённого действия в теле? Может есть? Может нет? Открываем глаза. Правую руку ставим от себя. Опорная. И левую руку вытягиваем вверх. И чувствуете, бочина натянулась. Ой, уже вот. Бок натянулся сильно-сильно. И рукой потянули себя от правой ладони вверх. Левый бок прямо стал длиннее. Настолько мы его выдавили. И правое плечо тоже стало длиннее. Две руки как одна нитка, как канат натянутый. И на вдохе мы вытягиваем левую руку над ухом. Держа бок длинным, на выдохе правую, как под водой ведём, опускаем вниз. И очень медленно вдох. Поднимаем вверх. И дотягиваем бок. И выглядываем из-под мышки. И чувствуем, бок вытягивается. Боже мой, как хорошо. Выдох. Медленно опускаем. Чувствуем, насколько подконтрольно нам наше тело, что можем. Хоть медленно, хоть быстро. Ещё вдох. Длинный-длинный бок, как резинку вытягиваем. Выдох. Хорошо. И давайте ещё разочек. Вдох. Выдох. Хорошо. И давайте последний разочек здесь. Вдох. Потянулись боком. Оттолкнули рукой. И выдох. Возвращаемся в положение. Сиди ладони на колени. Опора. Взяли ягодицы. Плечи сбросили. Глаза прикрыли. На секундочку вдох. Выдох здесь. Послушали, как тело себя чувствует. Открываем глаза. Ладони у груди. Намастулечки. Сделали такие намасте крепкие. Плечи подняли вверх. Опустили. Хорошо. Вывели ладони перед глазами. Так, чтобы они заслоняли нам обзор. Чтобы мы на них смотрели. И здесь тоже, чтобы понять, как не надо. Мы сначала поднимаем сильно плечи высоко. Помимо того, чтобы понять, как это надо. Это еще и важно для того, чтобы наши плечи потихонечку горелись. А на выдохе бросаем. Прям бросаем их вниз. Все. Нет. Плечи не будем напрягать. Итак. Локти остались напротив. Ну, груди или плечевых суставов. Плечи мягкие. Мы смотрим на свои намасте. И не меняя вот эту конструкцию. И не шевеляя тазом и ногами. Мы делаем вдох. И поворачиваемся вправо. И делаем вперед. Медленно-медленно. Можно взглядом зацепиться за большие пальцы. Либо за складочку между ладонями. А мне так повезло. У меня на правом запястье вдох родинка. Каждый раз, когда я стою в позе войны, думаю, Господи, спасибо тебе за эту родинку. Но есть куда-нибудь взгляд. Еще вдох. Может быть, на часы посмотреть. Но желательно центрировать взгляд. Выдох влево. Сейчас продолжайте вот эти круговращения. Вдох. Но только давайте посмотрим. Ваш таз не прыгает сейчас. Он спокойно расслаблен на опоре. Лежит. Хорошо. Тогда вдох. Поворачиваясь влево. Проверьте, что ваши плечи не прогибаются. Что у вас конструкция верхняя цельная. Еще вдох. Как будто бы две штуки вращаются друг относительно друга. Вправо. И еще один раз. Вдох. Выдох. Влево. О, плечи немножко устали. Сбросим руки. Хорошо. Я сейчас помогаю себе руками. Выводим ноги вперед. Я к вам повернусь боком. А вы оставайтесь как есть. Мы сейчас собираем колени вместе. Перепитаем пальцы рук. Много знакомое движение. Стопы на полу. Они при этом расслаблены. Но приклеены. И мы ныряем вверх. Руками так оттягивая себя. Грудина большая. Лопатки собрали. А на выдохе сначала отклянчиваем крестец. Поясницу. Выдаваем межлопатки. Подбород к груди. И повисли на руках. А на вдохе. Руками тянем себя вверх. И сначала идем в живот. Грудная клетка. Ключица. Нос не снираем. Выдох. Крестец. Поясница. Межлопатки. В конце прям повисните на руках. Дайте свободу. А на вдохе. Пузико вперед. Ребра. Грудная клетка. Ключица. Поднялись вверх. Хорошо. И уже запомнив это движение. Сейчас послушайте линию позвоночника. Которая как по санкам едет вниз. И остановилась. Как будто помните арбуз бросили. И мы повисли на плечах. И на вдохе. Наоборот. Снизу вверх. Такой как бы. Как росток растет по позвоночнику. До ключицы. Выдох. Такая ивушка гнется. Снизу вверх. Крестец. Поясница. Межлопатки. Распустили шею. Подбродок к груди. И снизу вверх растет. Растет росток. Снизу живот поднимается. Нижние ребра. Ключицы. Грудная клетка. Окей. И еще разочек. Выдох. И останетесь. Здесь повисит на руках. Три дыхания. Вдох. Стараясь плечи не задирать. А наоборот отпустить вниз. Выдох. Раз. Могут немного распользоваться пальцы. Это да. Вдох. Выдох. Два. Особенно если в комнате жарко. Вдох. Поэтому сразу же на выдохе три. Мы с вами ложимся на спину. И притягиваем к себе колени. Колени выпрямляем. Насколько это возможно. И руками тоже притягиваем это все к себе. Возможно даже таз немножко поднимется над полом. Над ковриком. Да и пусть. Нам это и надо. Нам нужно сейчас поясница вытянулась. Вдох. Возьмите удобное положение для рук. Может быть под коленями так оставить. Может быть если вы супергибкий человек, то выше. Но главное плечи, затылок расслаблены. Ноги относительно прямые. Относительно это что? Насколько смогли, насколько выпрямили. Правда? Какое тело дали? В таком такси еду, в таком еду. Затылок мягкий. И мы притягиваем ноги к себе в их максимально раскрытом состоянии. То есть не обязательно прямые, но максимально раскрытые. Мы чувствуем, как вытягивается поясница. Даже немножко попа поднимается вверх. И здесь останетесь. Вдох. Опуская плечи ниже в пол. Выдох. Раз. Затылок расслабляя. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. И сейчас, когда ваше тело уже поняло, где оно лежит, вы сейчас почувствуете, как вдох – это живот, толкающий ваши бедра. А выдох, как он у нас дает там пространство между бедрами, между домом. Еще разочек. Вдох. И выдох. Хорошо. Отсюда мы сгибаем колени. Опускаем колени возле ягодиц. Как ты здесь неудачно лежишь. Хорошо. Выравниваемся. Кладем себя так, чтобы у нас на затылке ничего не мешало. И на шее есть там какая-то цепочка, резиночка на затылке. Уберите ее подальше. Шагаем плечами, разбрасываем стопы, растопыриваем пальцы, укладываем, ладошки укладываем рядом, ладонями вверх, отшагнув плечами, взгляд в потолок. И у нас, мне так нравится лужа, у нас всегда есть возможность немножко хорошо отстроиться, у нас нет спешки, нет необходимости сделать 100 миллионов упражнений. И поэтому сейчас просто отдайте вес тела в стопы, руки, спину, затылок. И представьте, что вы мороженое эскимо, которое лежит на улице, на асфальте, и его топит солнце. И вы сейчас обтекаете, ну а ваши опорные точки, ваш скелет остается, ну как палочка, за эскимо не тронута. И послушайте, насколько сейчас симметрично лежит ваш таз, ваш позвоночник для перекоса, по вашим ощущениям. Но пока ничего не поправляете, обтекайте. И вот теперь уже можно поправить, если вы чувствуете, что как-то неровно лежит таз, хорошо. Отсюда у нас остаются ноги как есть. И мы будем с вами делать движение, которое, возможно, на диване даже не будет заметно. Поэтому просто послушайте, даже не смотрите. Руки вверх, а вы делайте, что хотите с руками. Мы делаем вдох, а на выдохе подкручиваем копчик, крестец остается на полу. То есть немножко подкручиваем лобок на попок. А на вдохе расслабляем ягодицы. Мы сейчас работаем с мышцами тазового дна. Делаем вдох. С выдохом подкрутили чуточку лобок на попок. Опытный юзер этого движения зажал и заметит, что хочет отжаться затылок, а вот его, пожалуйста, расслабьте. Расслабили ягодицы, полностью распустили. И на выдохе подкручивая, заметьте, что сами по себе напрягаются мышцы промежности. Вот эти мышцы, которые сейчас замучают, спускаем, сокращение тазовых мышц. Отпускаем, что пресс тоже, передние мышцы живота. Мы подкручиваем только копчик. Крестец даже остается на полу. Хорошо. И мне очень нравится наблюдать, когда мы подкручиваем только копчик, крестец на полу, как вытягиваются поясницы. Поэтому я сейчас накручиваю лобок на попок, как будто пальчиком подманиваем кого-нибудь. Почувствуйте, как поясница вытянулась. Ну, не клево ли? И выдох. Хорошо. И мы сейчас дальше будем чуть выше поднимать. Мы делаем вдох. И с выдохом крестец все-таки оторвем. Подкручиваем сначала копчик, потом крестец. А поясница осталась на полу. Опускаем вниз. И снова обратите внимание, мышцы тазового дна, они сами сжимают. Нам не нужно даже сжимать промежность. Они сами. Делаем вдох. С выдохом копчик, крестец. И все. Поясница на полу. Хорошо. И еще разочек. Вдох. Чуть-чуть расшевелим поясничную область. Выдох. Копчик. Крестец. Хорошо. Давайте последнее движение. Увеличим амплитуду. Делаем вдох. И на выдохе копчик, крестец, поясница. И на нижние ребра встали. Получается такой не мост, а на полу. Какая-то плоскость поднялась. Хорошо. Вдох. Опустили. И до конца расслабили ягодицы. Это главное. Ага. А на выдохе подкрутили копчик, крестец. И так на себя хоба. И еще и поясничку оторвали. Вдох. И давайте еще копчик, крестец. И на себя. Ой-ой-ой. Хорошо. Отпускаем всю эту конструкцию. И сейчас мы с вами собираем стопы вместе в бабочку здесь. И здесь всегда чаще всего требуется немножко поднять таз, прошагнуть, чтобы пояснице у легла все удобно. Не видите, из-за бенди, наверное, у меня стопы соединены вместе. То есть мы просто лежим в бабочке сейчас. Сбрасываем в руки, как удобно. Можно прошагать лопаткой, затылком, пошевелить, чтобы ничего лишнего. У нас не напрягалось. И мы сейчас берем только свои стопы. И стопа видавим в пол. От этого поднимается лобок вверх. Колени там уже как получится. А лобок поднимаем, выдавливаем вверх и держим. При этом затылок мягкий. Прям все-все отдайте на то, чтобы лобок повыше, затылок помягче. Вдох. Выдох. Раз. Раз. Именно лобок, не поясница. Вдох. То есть мы как будто выворачиваем бедра. Выдох. Два. Затылок еще мягче. Вдох. Выдох. Три. Сейчас поймем, для чего это нужно было. Вдох. Давим стопами в пол. Стопы склеены. Выдох. Четыре. Еще вдох. Выдох. Пять. Хорошо. Дайте вдох повыше. И с выдохом опускаем вниз. Поползаем тазной вперед. Разбрасываем колени. И просто посмотрев в одну точку в подолоке, подышите, послушайте свои тазобедные суставы. Есть ли ощущение, что бабочка стала как будто шире? Как будто мы ее раскрыли? Мы сделали несколько движений, которые нам раскроют тазобедные суставы корректным образом. То есть мы сначала дали активную гибкость. Когда мы с вами, помните, разжимали ноги. И сейчас это тоже было активное движение. И было пассивное утяжение, когда мы давили поочередно. А сейчас мы просто бросили ноги и наблюдаем, насколько этот видный сустав чуть-чуточку на пол. Половинку-половинку миллиметра продвинулся в том, чтобы в расслабленном состоянии быть более раскрытым. Хорошо. И мы сейчас поднимаем, собираем колени вместе, стопы вместе. Перекидываем правую ногу через левую. Руки заправляем себе за голову, как будто на пляже лежим. Переплели руки на затылке, отшагнули плечами, чтобы удобно было. И завалили колени слева от себя. Хорошо. Лежим, ничего не делаем. Смотрим в потолок. И руки сзади помогают нам не перекоситься. Мы просто лежим. Колени, может быть, и не упали на пол. Но главное, что у них направление было. И смотрим. Выдох. Вдох. Может, правый локоть отскачивает пол. Ну что ж, выдох. Наша задача расслабиться. Вдох. А когда мы расслабимся, все, само собой, нужное вытянется. Сила притяжения в наших пользах поработает. Выдох. Мы вообще сегодня, да, какие-то эксплуататоры силы притяжения. Выдох. Опора и опора. А давайте вот прямо здесь сейчас вдох. Стопы расслаблены. Возьмите опора. Вот вся та поверхность, которая не плоская, не асимметричная. Но то, что сейчас принимает пол. У меня это и колени, и голени, и стопы, и левое бедро, и левый бок, и затылок, и ладошки, и локти. А у вас выдох. Куда сейчас вы можете отдать вес? Если вы как будто бы вас выключили из розетки, вы такие сдулись. Вот сдуйтесь сейчас мысленно в эту область. Опора. Хорошо. Локтями толкая пол, поднимаем ноги вверх, ставим ноги вместе. Левой ногой перекидываем через правую. Как будто очень деловые такие Шерон Стоун на суде сидит. Хорошо. Перекинули. Ладошки. Голова спокойная, свободно лежит на руках. Ей мягко, ей комфортно. Мы делаем вдох. С выдохом бинс и уронили колени вправо. У кого-то они полностью упали. У кого-то они зависли в воздухе. Но главное проверить, что стопы сейчас не упираются, не подворачиваются. Дослабьте затылок. Хорошо. Дослабьте стопы и колени. И левый бок, он сам по себе. Бедро, бок вытягивается. Где больше проблем, там больше вытягиваться надо. То есть, бедро сейчас чувствуется ярче, чем бок. Еще вдох. Вытягиваются они примерно одинаково. Но вот ощущения идут такие, какие надо. Выдох раз. Вдох. Выдох. 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 Два. Вдох. Выдох. Три. Хорошо. Вдох. Выдох. Четыре. А теперь давайте опора. Еще больше расслабьте стопы. Еще больше расслабьте локти, затылок. И прям возьмите все те поверхности, которые принимают вас сейчас как есть. Выключите себя из розеток. Это дребезжащий вентилятор. И прям с выдохом отпустите. Это не та опора, когда мы сидим на стуле или с крещенными ногами или лежим. Это как-то косорыленькая опора, но тем не менее. Смотрите, какие-то части тела у всех разные сейчас касаются пола. И в них есть опора. Они не дают нам завалиться. Они нам дают устойчивость. И с каждым выдохом сейчас прямо опускайтесь на нее, приземляйтесь. Вдох. Опора. Выдох. Такая устойчивость. Вдох. Сбрасывая прям. Выдох. Хорошо. Отправить локтями. В пол. Поднимаем ноги вверх. Давайте сделаем еще одно движение. Просушили ли на спину. Подтянем колени к себе. Хорошо. Возьмем себя за стопы, за внешние края. Насколько смогли, согнули колени, показали пятки в потолок и развели ноги, колени в стороны. Так, чтобы колени, когда мы руки сейчас бросим, начнут опускаться рядом с корпусом. Ну, как бы в подмышке. Расслабили затылок. Это прям страшно важно. У некоторых из нас может получиться так, что мы не достоим руками до рук. Тогда можно, конечно, взять себя либо за голени, либо в идеальном варианте иметь какие-нибудь два полотенчика или два ремешка и поддерживать это все дело ремешком. Ну, да как бы уже действуем как есть. Плечи расслабили. Сделали вдох. Расслабили шею. Сначала смирились с тем, что шея расслабляется. А потом аккуратно, как будто кто-то тянет вас с той стороны в закопчик. Отвернули копчик в пол. Немножко доложили таз в пол. Как бы развернули. Хорошо. А руки либо повесили, и вам уже достаточно плеч. Либо даже немножко потянули на себя, опуская колени в подмышки. И расслабили затылок еще разочек. Вдох. Выдох. Раз. Хвост в одну сторону ложится, затылок в другую. Мы пытаемся как бы упластаться по задней поверхности, при этом раскурочить вот ребра, тазо-дведренные составы себе. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Если вам противно, больновато тянуть сильно руки вниз, то расслабьте это дело. Прям через сильное неприятие здесь не идите. Постепенно продвигается. А вот это вот раскрытие бедева происходит на расслаблении. Поэтому если мы будем прям сильно через боль, сжав зубы, вытягивать, то, ну, как бы скажем, может быть и будет результат, но не тот, который мы бы хотели с вами. Именно от лужи. Расслабьте затылок. Вдох. И выдох. Хорошо. Мы сейчас снова возвращаем колени в позу, как будто полумостик, но стопы вместе. И ложимся на бок, ложимся на бок. Колени условно в 45 градусов относительно корпуса. Там, наверное, 90, как получится. Берем вот то самое соприкосновение на затылке. И колени по возможности сжимаем. Вот если у вас что-то есть, что можно положить между коленей, то положите подушку или какую-нибудь там тряпочку. А если нет, то просто сжимаем колени. Немножко болезненнее и ответственнее, но тем не менее. И сжимаем ту же самую акулу из икеи между коленей. На вдохе медленно распахиваем грудную клетку. Вдох. Опытные юзеры знают, что мы делаем. Мы сейчас работаем с верхней диафрагмой. Выдох с верхнего отдела грудного отдела. И медленно-медленно локтем, как будто бы чертим линию. Вдох открываемся. Растягиваем грудную клетку, а колени жмутся. А почему колени жмутся в выдох? Потому что как только мы перестанем их сжимать с вами, у нас поползет не только верхняя часть грудного отдела открываться, а весь бок вытягивается. И вы можете один раз попробовать. Хорошо. Мы закрылись. И вот на вдохе расслабьте колени. И на всю силу откройте грудным отделом. И у меня хоба. Видите, левое колено съехало. Ну, у вас точнее. Выдох. Верните и сожмите снова эту штуку между ног. Вдох. И мы таким образом локализуем движение в верхней модели. Хорошо. И выдох. Останьтесь здесь. Сейчас возьмите левую руку. Прилягте, как будто вы смотрите телевизор. Сейчас акулу можно временно убрать. Хорошо. И мы сократили левую стопу, то есть сделали ее топориком. Левая рука у нас сейчас исключительно для опоры. Можно поправиться. И мы на вдохе поднимаем левую ногу чуточку. То есть не забрасываем сильно, чтобы у нас не включалась поясница. А буквально на 10 сантиметров. А на выдохе опускаем. И главное, делаем это медленно. Делайте удобную шею, незапрокинутый вдох. Сгляд в одну точку. Стопа сокращена, чтобы коленка не болталась. Выдох. Буквально 5 движений. Вдох. И нам нужно даже не столько ради движения, сколько чтобы изучить, как двигается нога, если мы не трогаем поясницу. Выдох. И еще один вдох. Стопа натянуто. Выдох. Последний раз. Вдох. И выдох. Сейчас суперответственная история. Мы берем левую руку. Кладем ее себе на таз. И вот здесь заканчивается движение. Так, чтобы у нас с вами таз сейчас не ходил вперед-назад. Мы прям рукой контролируем. Не зажимаем. А прямо она просто немой свидетель. И мы поднимаем левую ногу. На вдохе тянем сюда колено. Чувствуем, чтобы таз не размахивал таз. Что у нас поясница более-менее не задействована. На выдохе уводим ногу назад. Но скажу вам честно, отведение ноги назад – это очень маленькие. Ну, буквально несколько сантиметров. Если мы будем сильно гнуться, то поясница. В принципе, у нас рука. Вдох вперед. Чтобы мы двигали только ногой. Только ногой внутри таза. Выдох назад. И прям послушайте, как вдох. Мы тянем ногу к себе. И вытягивается задняя поверхность бедра. А когда мы рукой придерживая таз выходим ногой назад, вытягивается передняя часть. Вот она у нас вообще не растянутая. Так у всех. То есть это не лично ваша проблема. Еще вдох. Но хорошо бы ее вытянуть. И выдох. И прям держим таз, чтобы у нас поясница не пошла прогибаться. И еще вдох. Даже если отведение назад, на полсантиметра у вас. И выдох. Хорошо. Положите левую ногу. Можно прикрыть глаза. И руку положить сверху своего бедра, чтобы послушать, как там немножко гудит. Гудит сустав. Хорошо. И давайте следующее движение. Вы можете точно так же, если у вас получается, лежать симметрично, не заваливаться. Точно так же оставить руку на бедре. Либо, если вы уже поняли, что с поясницей не должно происходить, руку можно оставить как балансировочная впереди. Мы поднимаем левую ногу. Сокращаем стопу. Делаем вдох. И на выдохе клюем коленкой в нос. Я вот сильно вывернула. Возможно, у вас не так сильно вывернется, но тем не менее. Хорошо. Вдох. Колено разворачиваем в потолок. И пяткой тянемся к колену. Старайтесь не включать поясницу. Выдох. Клюнули. То есть мы по большому счету крутим ногу, вот так ее крутим в суставе. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. И прямо наблюдаем, как нога вот здесь внутри таза вращается. Выдох. И поэтому как можно меньше включаем поясницу. Вдох. Это можно достичь прямо механически. Выключив поясницу рукой, придерживая ее. И еще вдох. И мы силой мысли. Выдох. Хорошо. Опустили левую руку. Прикрыли глаза. Ладошку положили. Ничего не делаем. Закрыли глаза. Слушаем левую ногу. Она сейчас сильно отличается от правой, согласитесь. И вы просто переворачивайтесь на другой бок. А я переворачиваюсь полностью, чтобы быть к вам лицом. А вы просто перевалите на другой бок. И мы ложимся, как мы лежали до этого. Это, конечно, Бенди устроила мне пространство. Переплетаем ладошки за затылком. Хорошо. Колени у нас 45 градусов на сито пола. Лежим на затылке. Лежим на левой руке. Спокойненько разлеглись. Сначала разбросили тело. Выровняли его. Хорошо. И на вдохе правую руку отводим назад. О, подождите. Мы же забыли акулу положить. Либо сжимаем колени, либо кладем подушку между коленей. Сжимаем ее. И на вдохе открываем грудную плетку. Бенди. Выдох. Сжимаем. Хорошо. Не сжимаем, а собираем. Вот неправильно я сказала. Вдох. Разжимаем, открываем. А колени сжимаются. А грудь мы выталкиваем. Выдох. Собираем. А посмотрите. Затылок совсем нельзя. Поэтому должен быть в это увлечен. Пусть он катается просто по рукам. Вдох. А работает грудной отдел. А затылок катается. Выдох. Как яблочко потеряется. Коленки сжимаем. Вдох. Зачем сжимаем коленки? Давайте вспомним. Выдох. Распускаем сейчас колени. Ничего не сжимаем. Вдох. Разворачиваемся. Чувствуем, как верхняя нога поехала. Чувствуете? Выдох. Собрались. Ага. И снова собрали. Ноги сжали по духу. Вдох. Или просто сжали друг дружку. И выдох. О, хорошо. Сейчас аккуратно ложимся, как будто смотрим телевизор. Убираем подушку подальше. Как же не лезть. Так, чтобы эта собака нам не мешала в обзоре. Берем руку сейчас для баланса. Сокращаем правую стопу. То есть мы делаем ее натянутой. Когда у нас стопа натянута, колено у нас более-менее стабильно. И буквально на 10 сантиметров вдох поднимаем ногу. На выдох опускаем. Взгляд направили по линии носа. Как-нибудь там положили, пусть лежит вдох. И прямо наблюдаем, что поднимаем мы ее от попы, скажем так. Не от поясницы. Потому что если бы мы поднимали очень высоко, у нас бы с вами поясница и бедро заваливает. А нам нужно исключительно движение ноги. Вдох. Выдох. А вы слышите, как Бонди храпит? Вдох. Обычно тебя спрашивают, а что, она еще так же? Нет, она еще хуже. Выдох. Хорошо. Еще вдох. Выдох. У меня даже дрожит нога. Хотя вроде как, ну, уж сколько раз я за неделю так делаю. Еще вдох. И чем медленнее, тем как бы сложнее. Выдох. Вот это дрожание, которое у меня появляется, меня лично радует. Потому что называется нейрогенное дрожание. И оно работает с нашей, в том числе, психикой. Кто откажется от того, чтобы ей стало немножко легче? Ага. Хорошо. Если балансово все хорошо, немножко поправьтесь. Возьмите руку, прям схватите себя за тазовую кость. Как-нибудь так упор. Чтобы таз как меньше, меньше туда-сюда двигался. Ну, поднимаем ногу. Нога сокращена. Вдох. Вперед мы можем хорошо. Мы же шаг постоянно делаем вперед. Поэтому вперед близко выводим. А вот назад сложно отвести ногу. Ну, насколько получается. Я прям давлю сзади, чтобы не прогнуться в поясницу. Настолько уводим. Вдох вперед. То есть сейчас не доказывайте себе, что вы можете назад шпага сделать. А просто найдите свой предел. Выдох. Потому что прогиб поясницы здесь просто нафиг не нужен. Еще вдох себе. Стопа сокращена. Не зазря. А чтобы коленка не болталась. Выдох. Если вы не понимаете, о чем я говорю, расслабьте стопу и почувствуйте, как повисла нога и как коленка повисает. А если мы ее сокращаем, то она более стабильная. И мы можем движение передать в тазобедрный сустав, не беспокоясь о колене. Выдох. И еще один вдох. Нижняя нога не отжимается. И выдох. Прям немножко сзади подталкивая себя, чтобы в поясницу движение не ушло. Хорошо. Вы можете оставить руку здесь. Если вы поняли, что как поясница не включается, можно оставить ее опорно. И мы делаем вдох. Правую руку положить. Сейчас послушали немножко сустав. Ничего такого не делали. Прям болит. Хорошо. Правая рука перед собой. Стопа сокращена. Поднимаем ногу. Мои движения будут прямо сильно заворотными. У меня хорошие тазобедрные суставы. Хорошие мысли о заворотах. Только лишь не все на свете сразу. А я показываю просто вам амплитуду. Мы делаем вдох. С выдохом клюем носом, заворачивая колено внутрь. Клюем носом коленку. Может быть, у вас будет небольшой заворотик. Вдох. Пятку тянем. Тоже колено. Здесь даже я не дотягиваю. Иначе включается поясница. Прям думайте. Можно положить руку на поясницу. Вдох. И прямо держать ее. Мягко, спокойно успокаиваю. Говорит, родная, не включайся. Там работают забедрные суставы. Вдох. Ты в отпуске. С поясницей сейчас тоже немножко поработаем. Выдох. Но здесь ей не надо. Нижняя нога тоже хочет напряжаться. Вдох. Отпустите ее. Клюем. Крутим по кругу. Суним полумесяц. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Мы сделали все, что могли. С этими этажами суставами. Аккуратно переваливаемся на живот. На четвереньки. Давайте сегодня разнообразие ради встанем на предплечье. То есть на локте. Ладошки расправили. Оттопырили хвост. Мы на четвереньках. Она получается на предплечьях. Но тем не менее в груди мы все равно отвели себя от пола вниз. Такую как бы небольшую планочку сделали. И у нас будет тоже кошка-корова. Злая, добрая кошка. За счет того, что у нас вот такая маленькая плюда, она будет более ощутимая. И на вдохе, выдавливая локтями себя, выглянули вверх. А на выдохе, давая локтями, копчик, крестец, поясница подогнули. И подбородок груди оттолкнули руками себя назад. Вдох. Руками натянули себя вперед. И выгнали живот. Натянулся, ключицы потянулись вверх. Выдох. Подкрутили копчик, крестец, поясница. Натянули себя подбородок груди. У кого где? У меня, например, в пояснице и в шее это особенно ощущается вдох. Надо сказать, что у большинства людей оно ощущается именно там. В пояснице и шее. Самый наш выдох. Уязвимые места в спине, позвоночнике. И еще разочек вдох. Прям дайте хорошее, хорошее. Как мы подтягивались с утра, так и здесь хорошенечко. Не столько сильное, а сколько удобное. Такое удовольственное натяжение. Как в доброй кошке, так и подбородок груди, шеи. У нас в злой прямо отталкивались. И еще один вдох. И выдох. Вот мы смело можем с вами переходить к грудному отделу. Мы там уже немножко были. Но при этом садимся сейчас в удобную позу. Удобную позу. Скорее всего, с крещенными ногами. Ладони прикладываем на колени. Можно немножко поболтать с собой, чтобы расслабить забитные суставы. Даже у меня они сейчас получили какое-то напряжение. Избыточное. Хорошо, сбрасываем плечи. И такое достаточно известное моим садимся движения. Но редко когда выполняется в жизни. На вдохе мы выталкиваем грудную клетку вперед. Живот подобрали. На выдохе влево. Потом собрали лопатки. Точнее, между лопаток вытолкнули. Вправо. Это будет вдох вперед. Круг поехал. Выдох. Как будто мы вокруг позвоночного столба рисуем круги. Вдох. Плечи мягкие. Так, чтобы у нас как можно больше движения было именно в грудной клетке. Выдох. Подбородок переопустите. Вдох. Рисуем круги. Вокруг такой оси. Выдох. Ага. И выдавливая лопатки. Особенно из лопаточного пространства. Вдох. Или уводя в сторону грудную клетку. Прям можно прикрыть глаза и прислушаться. Необычные ощущения. Выдох. Редко когда я такое делаю. И в другую сторону, конечно же. Выходим вперед. И в другую сторону. Обратно. Поехали. Выдох. Смотрите. У меня здесь написано. Йога мутно. Нарисованы ленивцы. Прямо как на луже. Вдох. Сейчас я думала у меня флэболка с бульдогами. А тут ленивцы. Выдох. Та самая йога. Еще вдох. Выдох. Прикройте глаза. Прямо послушайте. И еще вдох. И выдох. Хорошо. Остановились в центре. Ладони на колени. Согнули колени. Сбросили плечи. Прикрыли глаза. И опора. Фух. Прям раз. И опустили вес. Вес в таз. В тазовый треугольник. Прямо начинаем активно чувствовать, как прямо сейчас вы на чем-то сидите. Вы взяли арбуз. Несли. Несли с рынка. Он был тяжелый-тяжелый. И вы его пришли и положили на стол или на пол. И руки убрали. Такие фух. И сейчас то же самое. Положили свой таз на пол. Все тело сверху повесили. И прямо чувствуем, как пол или диван принимают. И прямо вот это как длительный процесс. Не как факт принял и ушел. А как мы прямо сейчас втекаем, вкладываемся, приземляемся в пол. Еще вдох. И с выдохом повторяем себе опоры, чтобы запомнить, что же это на нашем с вами кодовом языке значит. Когда я пишу вдруг там вам в твиттер опора, и все-таки хопа, сели и еще вдох. Неважно, как вы сидите, лежите в этот момент. Но эти точки соприкосновения раз и отдали до веса тела. Окейшки. Открываем глаза. И мы сейчас будем чуть-чуть работать с плечами. Обычные банальные круговые движения. Вдох. Выдох. Знаете, что я тут заметила? Вдох. Что в магнитах и пятерочках. Правда, это теперь не стресс-бол, а такие игрушки детские, как они как поролоны. Выдох. Их тоже можно мять так руками, как стресс-болы. И вот сейчас возьмите ощущение вот этого мянья, пластилина, теста, стресс-бола в плечах. Даже не столько заботиться о том, чтобы это был широкий круг, а чтобы это было приятное ощущение этого стресс-бола. И когда мы что-то разминаем в руках. Вдох. Тесто, пластилин, мягкую игрушку такую текстурную. Выдох. Лизуна, может быть, еще вдох. И выдох. Выдох. Слегка, пожалуйста, здесь держите подобранным живот. На вдохе поднимаем плечи к ушам. Типа, не знаю, что сказать. На выдохе медленно опускаем. На вдохе поднимаем плечи к ушам. На выдохе опускаем. На вдохе сильно прям поднимаем. Так, чтобы плечи коснулись ушей. Прям хотят встретиться. На выдохе мягко опускаем. И еще разочек вдох. И сбросили выдох. Глаза закрыли. Опора. Все тело опустили вниз на тазовый треугольник. Спасибо. Живот слегка подобрали, чтобы поясница не прогибалась. Открываем глаза. Вводим руки в стороны. Выводим руки подсогнутые. Хорошо. Плечи вниз. Руки остались. Мы делаем вдох. С выдохом правая рука только опускается вниз. Вдох. Поменяли. Выдох. Вдох. Выдох. Двигаются только плечевые суставы, поэтому мы животы подобрали. Потому что если мы не подобрем, мы будем всем телом двигаться. Может быть, у вас не такой широкий размах будет, как хотелось бы, как на журнале Yoga Journal. Вдох. Но вы, пожалуйста, сделайте сейчас столько, сколько можете, именно от плеч. Выдох. Почему? Почему мы не хотим сделать самую глубокую позу? Мы хотим сделать ту позу, которая действует так, как задумано. Сейчас в данном случае работа с плечами. Если мы будем стараться как можно дальше увести руку, то, скорее всего, наборбуем грудную клетку, поясницу. А нам нужен именно плечевой сустав. И еще вдох. Прям послушайте, как он там внутри крутится. Выдох. Хорошо. Если уместно, поменяйте сейчас переплет ног. Если вам свободный комфорт не дается, переплетите пальцы рук позади. Я повернусь, вы ничего не делаете. Переплетая пальцы рук позади, мы вжимаемся ладонями в пол, сжимая ладони. И выталкиваем грудную клетку, вытягивая поясницу вверх, подбородок к груди. Держим. Вдох. Выдох. Прям тянем, выталкиваем грудную клетку. Вдох. Если никак не переплетаются пальцы, можно просто опорные руки поставить. Выдох. Вдох. Но главное, собирая лопатки вместе. И выдох. Подбрасывая сейчас напряжение, переплетенные руки, кладем лоб перед собой. Можно на подушку, можно куда-то, можно на воздух, можно на пол. И руки выводим за голову. Вытягиваем за саму поясницу, таз тянем в пол, а руки прокручиваем, пытаемся за голову их как будто на пол опустим. Держим. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Еще вдох. Еще два дыхания. Шея мягкая, руки прокручиваются, как будто кто-то тянет нас за руки туда. Выдох. Таз все больше оседает на пол. Вдох. Выдох. Мягкая голова. Прямо в голове-то надо отдохнуть. Дать уже вдох. И выдох. На вдохе поднимаемся вверху. Хорошо. И у нас буквально пару движений для шеи. Банально. Делаем вдох. С выдохом наклон вправо. Вдох. Центр. Выдох. Наклон влево. Желательно взгляд сохранить в одной точке. Вдох. Тогда у нас с вами и симметрия будет. Выдох. Вдвижение. И сейчас, когда вы уже, так сказать, познали траектору движения, вдох, послушайте правое и левое плечо. И послушайте, что шея с одной стороны. Вдох. Как будто бы что-ли короче. Выдох. И не то, чтобы стараясь уравнять это, а просто наблюдайте, как постепенно вот это короче длиннее, оно сокращается, урвано вешивается. Еще вдох. Это естественно, что у нас одно плечо чуть-чуть больше забито, чем другое. Еще вдох. Даже если вся наша работа заключается в перекурах, да? Все равно мы правой рукой или левой рукой. Еще вдох. И уж, конечно, телефончик. Выдох. И еще один вдох. С выдохом уронили подбородок на грудь и покатали голову. Прям больше даже телом перекатываем свободную голову. Выдох. Влево. Вдох. Свободная голова. Выдох. Влево. Хорошо. И еще вдох. И выдох. Влево. Страшно важным, я считаю, вытягивать шею из задней поверхности, поэтому мы с вами приобретаем пальцы рук, кладем их на затылок. И сейчас очень важно, возьмите живот внутрь. Не втяните, а сделайте его крепким. Как будто сейчас мой пушок, когда так что-то будет побежать, и проконет на живот. Поэтому хоп, крепенько взяли живот. Ладони на затылок. На вдохе насколько смогли, на свой коростяной локти посмотрели вверх, надавили затылком на ладони, а на выдохе, держа живот втянутом, спину прямой, подбородок к груди, локти тянем к груди, вытягиваем заднюю поверхность шеи. Сейчас принудительно вытягиваем. Вдох. Раскрыли. Не вырываем голову, пока нам еще понадобится. У меня сегодня с вами игра в челюсти. Выдох. Хорошо. Еще вдох. Поднимаем вверх. Выдох. Подбородок к груди. Хорошо. И еще разочек. Вдох. А теперь смотрите, локти собрали подбородок к груди, все опустили. Сначала потянули, а потом сбросили напряжение из плеч, и просто локти свободные, висят на затылке. И мы пять дыханий, сохраняя спину прямой, живот слегка подтянутым, мы дышим, и шея растягивается под весом наших плеч, локтей, лица мягкого. Вдох. Лицо прям тянет, как капля сейчас капнет. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Два. Хорошо. Еще мягче плечи. Желательно в спину не скруглять. Вдох. Насколько вам позволяет сейчас ощущение тела. Иногда нам кажется, что мы не скругляем, а она скругляется. Но что поделать? Что? Что? Ходить на лужу. Выдох. Три. Еще вдох. Еще мягче. Прям размягчайте, как будто кто-то вам немножко подмассирует плечи и шею. Четыре. Еще вдох. И лицо тоже прям скисло. Сейчас слюна капнет изо рта. Выдох. Ага. Окейшки. Посмотрели перед собой. Вдох. И у нас с вами сейчас будет игра глазами. Мы смотрим перед собой. Вдох. Друзья, сейчас собрали голову. То есть мы смотрим. Можно даже руками придерживать, но лучше не надо. Я думаю, способен сохранить узкий взгляд. И мы будем с вами вводить глазами, именно зрачками. Вправо-влево. Насколько возможно быстро. Вправо-влево по прямой линии. Вправо-влево. Можно садиться с дыханием. Вправо-влево. А можно дыхание сделать медленным, а вращение глаз по прямой линии влево-вправо быстро. Вправо-влево-вправо-влево-вправо. Быстрое движение глазами. Как во время быстрого сна. Влево-вправо-влево. Зрачки ходят туда-сюда, как часы тикают. Видите, как сова. Старые часы с совой вправо, влево, вправо. При этом не двигаем головой, а они внутри, у нас череп ползает туда-сюда. Странное зрелище, поэтому в всякий случай не смотрите, а просто вращайте глазами. Хорошо? Остановились в центре. Глубь проворгались. И теперь то же самое, сохраняя челюсть на одном уровне, смотрим в самую нижнюю, самую нижнюю точку и на вдохе поднимаем в самую верхнюю. При этом голова у нас, соответственно, на одном уровне. Можно ее не держать, но главное помнить про эту задачу. Поехали. Вниз, вверх. Дыхание оставьте вниз, свободным. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Кто знаком с ДПК, по-моему, так называется? Вверх, вниз, вверх. С терпифическим действием именно вращение глазами. Еще вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Время есть. Вверх или нет. Есть. Вниз. И вверх. И последнее, о чем я вас попрошу, достаточно странная штука, можете даже выключить камеру, если вам некомфортно. Мы сейчас будем с вами двигать челюсть. Сначала просто отвесите нижнюю челюсть. Записи у вас не будет. Отвесите и раскойте рот. Некоторое время побудьте здесь, подышите через нос. И потом, возможно, успея задумать еще шире открыть рот. Весен. Немножко как бы выдохом отпускаем челюсть. Это очень сложно. Это очень сложно. Размещаем челюстные мышцы. Еще вдох. Там Оля заглянула, я еще раз сказала, что буду показывать, что я буду делать челюсть. Она говорит, пожалуйста, не делай этого при людях. А что делать? Челюсть надо освобождать. Еще вдох. Хорошо. Подбираем челюсть. Я сейчас сяду боком. Вы ничего не делаете. Но движение тоже понятное. Голова все на месте. Только челюсть выдвигается вперед. И задвигается внутрь. Вперед. Медленно внутрь собираем. Вперед. Внутрь. Вперед. Но внутрь она не сильно задвигается. Вперед можно нормально так выдвинуть. Внутрь. Вперед. Внутрь. Еще вперед. Внутрь. Еще вперед. И внутрь. И еще одно движение, которое я прошу вас. Это мы сейчас будем крутить челюсть вот так по кругу, параллельно полу. Давайте сначала вправо, медленно. Можно не по максимальной амплитуде. Смотрите, чтобы не было ощущения, что челюсть сейчас вылетит. Но тем не менее подраскрутим челюсть по кругу. Вправо, вперед, влево, в себя. Вправо, вперед, влево, в себя. Вправо, плечи расслаблены. Вперед, влево, в себя. Это выглядит по дурацке, но, поверьте, в этом есть большое значение. Вправо, вперед, влево. В себя, вправо, вперед, влево. В себя я уже надрюкалась делать это комфортно, поэтому у меня большая амплитуда максимально. А вы сейчас просто как бы попробуйте, как это играем по кругу. Остановились и в другую сторону, через левую сторону. Влево, вперед, влево, вперед, вправо, в себя. Именно нижняя челюсть катается. Влево, вперед, влево, влево. Это вот это вот рожа, короче, просто чтобы вам было комфортнее заниматься не в одиночку. Еще влево, вперед, вправо, в себя. И еще разочек вдох, влево, вперед, вправо, в себя. Вау, расслабили челюсть, обросили подбородок к груди. Ладошки расслабились, бросили локти, спокойный вдох. Опора, взяли таз, выдох. Еще вдох, взяли таз, взяли вес тела вниз. Выдох. Еще вдох. И выдох, пушок постоянно заходит и выходит, еще орет плед. Хорошо, ребята. И мы вроде как сделали все, что хотели для того, чтобы тело почувствовало себя телом. Поэтому мы сейчас с вами ляжем в шавасану. Ложимся на спину, разбрасываем руки, ноги, как положено. Руки, длинные ноги. Разведите ноги, насколько это возможно. Если ваши собаки вам позволяют это делать, разбросайте руки. Подвигайте головой. Я еще обычно голову предшиваю, приподнимаю этот подбородок, чтобы шея была длинная. И укладываю. Покачали головой. Шагнулись ягодицы на ягодицу. Если надо, с лопатки на лопатку. Я еще отшагиваю плечами. Можно сжать кулаки на ногах, на руках и расслабить. Можно дать хороший вдох в живот. И через нос длинный, облегченный. Через нос надуть живот. А через нос. Хорошо. Еще раз через нос вдох. И сбросили тело. А теперь давайте чуть-чуть погоняем шарик. Что это значит? Мы сами здесь делаем вдох. Запрем этот вдох внутри, не сжимая горло. Например, наддуем большой живот. И потом, не дыша, просто шарик этот перегоним в грудную клетку. Надуем грудную клетку, живот втянем. Вдох, надули. Ой, не вдох, а просто надули живот без дыхания. Грудная клетка. И вот сколько можем, пока не захочешь отдохнуть или выдохнуть, гоняем этот шарик вперед в грудную клетку. Вперед. В грудную клетку. Захотелось выдохнуть, вдохнуть. Полежали. Вдох. Выдох. Пару вдохов-выдохов, чтобы отдохнуть. Потом снова набираем полную либо живот, либо грудную клетку. С чего удобнее начать. Остановили дыхание. Замок на горло не вешаем. Просто пауза и начинаем гонять. Грудная клетка. Живот. Вот я говорю, у меня воздух уходит, поэтому, может быть, не так явно видно. Сейчас попробую молча это делать, чтобы потом вы в записи увидели, что должно было происходить. Как на качелях качаемся. Хорошо. Расслабились. Спокойно подышали. Не путаться, дышались. И мы еще разочек это сделаем с вами. Также предлагаю вам делать подобную штуку перед сном, потому что оно, вот это движение, вот эта вот штука, она влияет хорошо на парасимпатику, включает нам больше расслабительный режим. Делаем вдох. Куда-нибудь в грудную клетку или в живот, куда удобнее. Замкнули входы и заткнули выходы. И катаем воздух туда-сюда. Катаем шарик. Из одной диафрагмы в другую. Ну, де-факто, конечно, воздух там не катается. Воздух у нас в грудном отделе, но вот это вот перекатывание давления нам сейчас очень нужно. Ага. И еще. И если нужно, выдохните, сбросив все тело. Дыхание не контролируем. Сбросили руки, ноги. Все тело истекает вниз. Снова представьте, что вы сосуд, в который налили... О, да. Вы бутылка с киселем наполовину заполненная, который встряхнули. И сейчас по стенкам кисель медленно сползает к точке опоры. И вот сейчас очень так же отдавайтесь вниз, потихонечку сползая к тем точкам, которые касаются пола, сползая всеми вот этими напряжениями, сбрасывая их. И сползайте киселем в свою опору. Угу. Дотылок смягчается. Иногда я предлагаю вам понаблюдать какие-то точки соприкосновения с полом. А сейчас я предлагаю вам понаблюдать не активно, а как бы просто издалека, смотря сейчас на то, как ваше тело касается пола или дивана, и насколько ваше тело в это место подсброшено. Опять метафора с арбузом или с сумкой, которую вы долго несли, потом поставили и руки убрали. И сейчас положите себя и уберите руки. И теперь за вас отвечает диван, коврик, пол, земля. На нее положили, как будто ребенка в люльку. И прям верхняя поверхность тела еще мягче становится, как бы проваливаясь на нижнюю, которая к полу. Не то, чтобы мы размекаем или теряем форму, но мы все расслабляем, все, что можем расслабить. И снизу мы чувствуем более большую плотность, только потому что снизу у нас хорошенечко так устаканивает, поддерживает, приземляет нашу поверхность. Прямо культивируйте в себе это ощущение. Но опять же, не большим насилием, не эскаватором, как иногда мы делаем в скранировании, а просто с каждым выдохом все больше опадая, как листва в пол. подтекая, как кисель по стенкам в бутылке, стекая, как мороженое. И у меня еще метафора есть, не знаю, как она хорошая или нет. Как песочные часы, снизу вниз всыпаясь в опору. И когда станет понятным вот это ощущение, на каждом выдохе прям берите его и повторяйте про себя мысленно опора. И когда вы говорите слово опора, пусть он не будет просто словом, а прям всеми ощущениями. Чувствуете, как ваше тело опускается, устаканивается, мягкое приземление, медленное. Я сейчас, у меня не отключился звук, я просто замолчала. Для того, чтобы вам некоторое время дать полежать в тишине, остановите. Принудительное дыхание дайте ему течь своеобразной самому по себе. В таких случаях чаще всего дыхание замедляет, становится редким и не очень глубоким, но в данном случае неважно. Просто не смотрите на него, а смотрите на все тело, на какие ощущения в нем. Меня очень интересует то, как мы начинали с вами и как мы заканчиваем с вами практику, потому что начинали мы лежа, помните, просыпались, сейчас снова будем просыпаться, пока не надо. И сейчас другое немножко тело лежит. Между этими процессами где-то полтора часа правильницы, между этими точками во времени. И иногда удается вспомнить, иногда нет. Но как его ощущения? Есть ли изменения в ощущении тела? Внутренние ощущения? Может быть, каких-то мышц? В форменном ощущении? Может быть, форма тела вам кажется немножко другой или более четкой? Может быть, в физических ощущениях где-то что-то вытянулось или раскрылось? Или ушло, или пришло напряжение? Сейчас как бы не будет плохого, хорошего чувства, правильного, неправильного. А просто походите мысленно по телу, поищите то ли разницу, то ли что там у нас. И при этом с каждым выдохом опора, то есть мы опускаем тело, отпускаем вниз. Можно отдельно посмотреть, что ладони расслаблены, локти, плечи, грудная клетка, живот, смягчаются, промежность, бедра, колени, голени, стопы мягкие, пятки, голени на полу, подколенные связки, ягодицы, поясницы. Повезло тем, как я на диване, она уже под опорой лежит. Лопатки, межлопаточные связки, обе руки, локти, запястья, стыльные стороны рук, затылок и шея мягкая висит, лицо, глаза, которые мы сегодня вращали, как сумасшедшие, нос, скулы. И от скулы уже чувствуется влияние того, как мы крутили челюсть, нижняя челюсть, очень важный показатель нашего с вами состояния. Прям даже присмотритесь, как челюсть сейчас. И горло. Хорошо, и отсюда вы можете, ребят, остаться, шавасами, я выключу видео, и вас никто не увидит. Но если вам как бы вместе со мной хотите выйти, то мы подтягиваем пятки к ягодицам, то есть сгибаем ноги, ложимся на правый бок, руки конвертиком под правую щеку и легли досыпаем на правом боку. Вы также можете остаться в этом положении и не ходить дальше. Но мы пока сейчас легли, сбросили ноги, руки, чтобы ничто никуда не опиралось. И как будто спать легли. Лежим на правом боку, можете даже уснуть, если хочется. Когда говорю, руки под щеку, только если вам удобно. Если неудобно, положите по-другому руки и переди бога. Глаза не открывайте. И тело расслабляем. И помните, вот это опора. А сейчас на правом боку опора. Отдайте тело вниз. Возможно, это изменит немножко положение вашего тела. Вы заметите, что что-то придерживали. Ну, дайте опору. Вы как бы стеките вниз. Возможно, тело немножко подразвалится, но зато оно будет в правильном состоянии. Правая рука на месте, а левой рукой начинаем гладить пол перед собой или коврик. Просто гладим. И все наши органы наблюдения перемещаются, все наши способности наблюдения перемещаются в ладонь, в тактильные ощущения под ладонью. Возвольте тем, кто насыпал на ковер перед собой крошек, или не пропылесосил, или у кого ребристая поверхность или ковролин. Сразу чувствуется, что такое разнообразие массирования ладоней. Но в любом случае чувствуем, как сейчас рука скользит по поверхности, как ладонь считывает вот эту графическую выпуклую информацию. Хорошо, остановите. Расслабьте плечи. Вот представьте себе, что вы только что проснулись, и вы еще даже не открыли глаза. Мозг проснулся, а тело даже еще и не хочет. И вы можете себе это позволить. И медленно-медленно, как в самый лучший выходной день, которым не требуется, никаких вообще действий. Отталкиваемся левой рукой, глаза еще закрыты. Садимся. Скрещиваем ноги. Ага. Удобно устраиваемся так, чтобы тазовые косточки давили в пол. Расправляем плечи. Вытягиваем руки в стороны. И потянули руки назад. Потом потянули руки вверх. Тазовые кости вниз, не открывая глаз. Наклонились в одну стону. Потянули бок. Другую стону. Сейчас действуем чисто интуитивно. Вытягиваемся к потягушке после сна. Можно с упором сделать ладонями, толкнуть пол и выгнуть спину, как злая кошка. Или наоборот, натянуть ладонь на себя от пола. Вытянутся вперед, грудную клетку, плечи вниз. Покачать бок другой. И вот сейчас такой проснувшись из тела. Сейчас с закрытыми глазами ладонью кладем на колени. Сбросываем плечи, локти, ладони, челюсти. Подбородок слегка приопустили. Взяли большой свободный вдох. Заметили, как хорошо дышится после практики. Как свободно, как много места в груди. И свободный выдох. И снова внимание в живот. Живот надулся, вдох. И вот у меня, как я предсказывала, резинка поднялась выше на животе. И тоже другое дыхание с животом. А у вас? Другие ощущения. Выдох. Хорошо, ребят. И можно попросить вас еще разочек. Опора. Мысленно опуститься в тазовый треугольник. То, на чем вы сидите. И прям вес, как бы метафорически опустить в таз. Ущутить устойчивость свою. С каждым выдохом все плотнее и плотнее чувствовать это соприкосновение. Не давя, не как-то там специально падая. А просто вот именно на уровне ощущений. Чем больше на это обращаем внимание, тем веснее это чувство. Правая рука ложится на левое плечо. Левая рука обнимает правые ребра. Подбородок опускаем в груди. Вешаем плечи, вешаем руки. Поза такой заботушки. И прям внутрь вот этого объятия дышим. Плечи распущены. Обнимая дорогого себе человека. Можете сколько угодно быть с этим не согласны. Но так как сегодня в беду класс я, то сейчас вы обнимаете любого любимого себе человека. Если себя до конца не получается прочувствовать, то представьте, что это я вас обнимаю. С большой-большой нежностью, поддержкой, любовью. Дышите внутрь этих наших с вами объятий. Хорошо. Открываем глаза. Поднимаем глаза перед собой и начинаем рассматривать пространство, как будто первые в него попали. Ну, понятно, что он уже опостыл этот пейзаж. Но тем не менее. Может, что-то новенькое увидим. Можно же распустить руки. Посмотрели по сторонам. Это что такое? Хорошо. Затем немножко сбросили напряжение из плечей. Посмотрели перед собой. И возвращаемся в сегодняшний день. Я желаю вам хороших выходных, особенно если у вас длинные. Практикуйте. Хорошего настроения, хороших событий. Если вам есть что написать мне, напишите. Пока-пока. Не сюда, в смысле в чатик. В смысле куда-нибудь. В WhatsApp. Пока.